Временно за одну зону на треугольном восстании и расскажу вам задачу, потом окажется, что это имеет самое непосредственное отношение к теме человеческого отношения. Ребята, у меня большая проблема. Нарисую себе в тетради таблицу размером 9 см на 9 см. Не клеточек, а сантимент. И расчертите эту таблицу на сантиметр на сантиметр. То есть должна получиться таблица размером 9 на 9 см. При этом каждая клеточка таблицы это сантиметр на сантиметр. Просто мы туда сейчас будем вписывать числа, и мне нужно, чтобы у вас хватало места для того, чтобы это все вписывалось. Дальше кресты поставьте или жирно зачеркните. В общем, вот клетки, которые отмечены у меня сейчас, заминируем. Туда нельзя заходить. Запрещенные клетки. Начинается маршрут в самой нижней клетке. А закончится он должен в самой нижней клетке. Закончится должен в самой верхней правой. Так, пока все понятно? Да. Речь идет о маршрутах, которые все время поднимаются или идут направо. Я сейчас вам покажу один из этих маршрутов. Ну, можно даже два. Посмотрим. Итак, наш человечек пошел вверх. Потом направо вверх. Вот маршрут. Он нигде не наступил на... На запретную клетку. Да, запретную клетку. Давайте еще маршрут покажу. Этот человечек мог взять и проехать вот так. Вы правы, что там было слово «демолку» посмечало. Таких маршрутов действительно очень много. Так вот, я не хочу, чтобы вы мне сейчас унесли все. Просто у нас занятие тогда совершенно сорвется. Вы не успеете. Но я хочу, чтобы вы посчитали, сколько их штук. Я хочу, чтобы вы посчитали, сколько таких маршрутов всего существует на свете. Ответ в число. Мы должны узнать, сколько есть способов пройти. Вот один способ такой. Сначала идешь до упора направо, потом поднимаешься. Другой способ. Ой, кстати, ребята, вы меня простите. А я забыла один костик. А я забыла один костик. Кстати, по поводу того, кто изобрел треугольник Паскаль. Эта задача любима мной еще вот по какой причине. Много лет назад, когда я очень плотно занимался Московской математической олимпиадой, я туда предложил задачу, вот эту, которую я им сейчас даю. Она была, ее школьники решали. Я был абсолютно уверен, что я ее придумал. И радовался этому, потому что задача, с одной стороны, несложная. Вы сейчас увидите, что все легко посчитать. А с другой стороны, очень такая, чтобы сказать, научительная, очень правильная для культуры. И каково же было мое удивление, когда прошло несколько лет, я только увидел, что, оказывается, именно эта задача вовсе не улыблена. А задолго до меня, в учебнике в комбинаторе, она была. Господа, это не то, что я в голове права. Просто конструкция настолько естественная, что мне она тоже пришла в голову. Такое бывает. По-настоящему красивые вещи переоткрываются вовсе не потому, что ученые, они вот такие нехорошие. Нет. Просто красивые конструкции действительно бывают, что переоткрывают. Мы сейчас будем делать очень простую вещь. Мы будем решать эту задачу, но не в том смысле, что будем смотреть на картинку и пытаться все пути сразу понять. Это невозможно. Мы будем потихонечку по одной клеточке решать эту задачу. Ребята, очень важная вещь математической эндазии. Это умение упростить задачу в высшей степени важную. Что я сейчас делаю? Я скажу, что мой человечек всегда будет начинать путь в нынешней лекции. Решим задачу попроще. Сколько существует маршрутов, которые заканчиваются вот в этой точке? Да? Два маршрута. Конечно, два. Владец? Да, очень сложно. Два маршрута. Я тут слышу, очень сложно. То есть, вам кажется, нет, это я так, иронически, но не иронически это сказал. Вам кажется, что не солидно, да? Заниматься такой простой задачей. Да? Я не ищу себе сложности. Я вам больше скажу. Я начну с этой клетки. Вот в эту клетку сколько способов попасть? Один. Один. А в эту? Два. Один. Один. Потому что здесь подниматься нельзя. Понимаете, у нас маршруты и право идти вниз. Поэтому, если поднимешься, то все, уже вниз не вернешься. Значит, чтобы попасть сюда, единственное, что можно сделать, два шара. Кстати, в любой из клеток можно попасть только одним способом. Везде, подряд, пишу единицы. Сюда, сколько способов? Один. Два. Один. Один. Один нельзя. Один. Один. Сюда. Покажи второй. А второй. Покажи, выйдем, покажи пальцы. Себя, здесь стулья в руках. Знаете? Осторожно. Что? Покажи. Не понял. Ты прослушал вот это. У нас разрешены входы вверх и направо. Никакое другое движение не разрешено. Понятно? Садитесь. Не, ты не прав. Не надо лезть сразу сюда. Надо медленно, спокойно, по одной передней стороне. Вот давай. Сюда сколько способов? Один. Покажи. Уже сумел. Так не пишут. Понимаешь? Я старался, чтобы было видно с задних видов. А ты пишешь так, чтобы было видно только тебе. Покажи, чтобы это было видно. Нажми по-настоящему. Отлично. Еще три. Правильно пиши. Конечно. Нажимаете сильнее. Сюда? Да. Сюда и здесь приглашаем. Да, молодец. По всей этой калии. По всей этой калии. Так, давай, я сам напишу, чтобы... Дальше. Еще. Можешь какие-нибудь клеточки забывать? Наша цель сейчас постепенно заполнить всю таблетку. Нет. Нет, нет, нет. Вы не знаете. Вот пока вы показываете на эту клетку, ничего хорошего не будет. Надо посмотреть в клетку, в которой очевидно сколько машин. Сюда один способ. Отойдите. Давайте поймем почему. Потому что надо пройти так и подняться. Молодец, правильно. Один способ. Дальше. Вот. Потому что можно попасть не только в метки сядетки. Ребята, вас будет вот это желание непременно взять клеточку подальше. Есть, к сожалению, такая проблема. Вам хочется, что называется, выглядеть умными. Давай выходим. Вам хочется брать прямо сразу вот ту вот правую верхнюю. И на этом вы проигрываете время. Быстрее. Если вы будете действовать потихонечку, то вы быстрее решите задачу. Не то. Садись. Да, давай. Выходи быстрее. Какую клетку? Не надо пока ничего писать. Садись. Если предыдущий был неправ. Почему ты думаешь, что это действительно будет штраф? Да. Садись. Давай. Значит это не так станешь. Нет. Тут 14. Нет! Здесь начато еще более предоставлено. Еще немного клеток. Конечно. Я тут не раз его взглянула. А на первый раз… Здесь не один, в эту клетку ведут два маршрута, два маршрута, молодец, дальше, сколько, отойди, отойди, не уйди, а отойди. Давайте посмотрим. Раз маршрута, два маршрута, четыре маршрута, четыре маршрута, четыре маршрута. Все, что от вас требуется, понять, как мы сейчас будем заполнять эту таблицу. Нет. Что же вам сдалась вот эта клетка? Я говорю, не лезьте сюда. Не лезьте сюда. Заполняйте клеточку постепенно. Двигайтесь вот медленно, медленно отсюда. Тогда у вас не будет вопросов. Давай. Да, быстрее. Тогда у вас не будет вопросов. А так вы пытаетесь сразу решить трудную задачу, в результате вы ничего не делаете. Конечно, тут один перемен. Мой. Один. Отлично. Два. Отлично. Молодец. Еще есть простые клетки. Не надо пытаться заполнять сложные клетки. Все проснитесь, посмотрите, как, про какую клетку ответ очевиден. Итак, сколько? Один. Нет, не три. Нет, здесь не три. Господа, посмотрите. У нас здесь запретная петка. Да? Что? Нашли посильнее. Это действительно двойка. Можно пойти снизу, а можно как? Сбоку? Слева? Слева. Вот. Один путь такой, а другой такой. Отлично. Слева. Как очень медленно заполняйте. Вы у нас где-то получите два. Два? Да. Нет. А три? А три? А сколько на самом деле? Три. 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 Четыре. Ох. Это только четыре. Нет, покажи все эти пути. Один какой-нибудь покажи. Давай. Просто покажи путь, который соединяет нижнего человечка с этих клеток. Так, только вы не сгорожите, а вы двух, а девочки? Раз. Два. Четыре. Нет, так нельзя. Так, быстро показывай. Раз. Будь молодец. Два. Три. И еще один. Еще есть один. Давай. Молодец. Все, сам собрать. Конечно четыре. Дорогие мои. В этом дверь можно попасть через это двумя способами. А именно, можно так, а можно вот так. Два плюс два, четыре. Значит... Не загараживай доску. Не загараживай доску. Четыре. Вы меня нужны не для того, чтобы стоять и на меня смотреть, а для того, чтобы смотреть на доску и увидеть, нет ли здесь с той стороны подойти их. Они сами сообразят. Сами сообразят. Найдите еще клеточку. Я знаю, что вы знаете. Я понимаю, что вы знаете. Они сейчас тоже сообразят. Найдите какую-нибудь клеточку, про которую абсолютно очевидно, сколько туда путей ведет. Сюда сколько ведет? Не верно. Не три. Четыре. Учите. Они сообразят. Ребята, я знаю, что вы знаете. Я просто хочу, чтобы было столько. Не верно. Заметьте, они пытаются все время рисовать пути, в то время как можно понять принцип заполнения этой таблицы. Заметьте. Заметьте. Шесть. Покажи мне, где шесть. Ну, как, веньгом. Может, быстро? Куда ты ей напишешь что-то? Давай, показывай, в каком клетке? Покажи клетку, просто палец поставь. Понятно, твоему клетку шесть, да? Потому что ты сумок, насчитай шесть метил, да? Замечательно, отец не верит, садись. Так, давай. Быстрее. Где? Покажи клетку. Восемь, почему? Потому что десять, четыре десять, четыре маршруты. Все маршруты, которые заканчиваются в этой клетке, бывают двух типов. Те, которые пришли снизу, Те, которые пришли снизу, Те, которые пришли снизу. Значит, четыре плюс четыре, пиши восемь. Уже восемь, все написал, молодец. Так по этому принципу заполняется вся таблица. Сумеете, девочки? Скажите, пожалуйста, сколько путей сюда ведет? Один, конечно, молодец, пиши один. Сколько путей ведет сюда? Неверно. Два. Потому что можно прийти снизу, можно сбоку. Приши два. Так. Сколько путей ведет сюда? Откуда? Откуда можно попасть сюда? Сбоку. Снизу нельзя. Поэтому какое число могу сюда написать? Четыре. Вот и пишем. Так, все. Так, высадитесь. Вы давайте выходите. Еще пару мест заполняйтесь. Повторяю принцип. Такой же, как у треугольника Паскаля. Число в клетке – это сумма находящихся вот и сбоку. Сюда двенадцать. Молодец, пиши. Двенадцать. Так. Сколько надо написать сюда? Сколько надо написать сюда? Нет. Неправда. Пять плюс два. Семь, пиши. Так. Сколько сюда? Снизу нет ни одного пути. Конечно, семь. Так. И последние клеточки, чтобы на свободу. Сколько это сюда? Четыре. Нет, ни одного. Можно прийти не только снизу. Восемь. Пиши. Восемь. Так. Так, отлично, садитесь. Кто у нас следующий? Давай. Быстрее. Принцип уже все поняли. Мину возьми, пожалуйста. Не нужно здесь искать все пяти. Их уже много. Нужно понимать, что пути бывают идущие снизу, бывают идущие сбоку. Сколько? 16. Неверно. 17. 31, конечно. На четвертую, какой путь пишет? Пишет. 4. 4. Дальше. 12. Не щелкайте стульями. Научитесь входить, не щелкая при этом. Я понимаю, что всем нужно все время. Пиши. Всем нужно доски выбегать, но постарайтесь не щелкать. 17. Дальше. Да, да, да. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Складывать числа-то. 41, конечно. 17 и 24. Я так, так не горюйся. Так не горюйся. Нормально, нормально. И 4. Хорошо. 41. Очень хорошо. Последняя клеточка. 30. Конечно. 39. Так, а сейчас уже не по желанию, а совсем наоборот. Вот у нас здесь сидит... Давай. Если я его не принимал, пожалуйста, где следующая строчка? Ну, давай-давай. Какое число? 6. Правильный ответ. Дальше. Да. Давай-давай. Еще по короткому хватит. 17. Рядом какое число. Снизу попасть нельзя. Можно попасть только с буквы. Так, 17. Дальше. Молодец. 17 плюс 17. 34. 34 и 41. Сколько будет? 75. Отлично. Так. У тебя осталось две клеточки. 75. И, наконец... 100. 100. Да. 173. 100. 5. 9. 14. Да. 100. 14. Заметьте, числа уже довольно большие. Так. Вот там у нас есть... Не-не-не-не. Здесь. Так, просто рост был достаточно быстрее. Запомните, пожалуйста, следующую строчку. 2 плюс 5 будет сколько? 6. А? Пиши. Работаем. 7 и 17. Ну, здрасте. 24. 24. 24 и 17. 41 и 34. 75. 75. 75. 75 и 75. 150. 150. Молодцы. 150. Ой, ну нет, я так не пишу. Надо. Писать надо не так, чтобы было видно, что ты писал. А так, чтобы было видно, что написал. 150. 150. Сделали? Да. Сделали. 150 и 75. Сколько? 220. Что там дальше? 5. Так, и последние 3 упражнения. 225 плюс 114. 300. 300. 300. Спасибо большое. Так, ребята, дальше я делал скорейничек. Скажите мне, пожалуйста, что здесь громко? 7. 7. Молодцы. 30. 30. 30. 30. 30. Да. Здесь. 1. 1. 8. 1. 39. 33. 39. 104. 104. 119. 139. 3. 3. 309. 678. Молодцы. Вот он ответ. 678. Помните, в начале занятия я говорил, что если вы будете пытаться перечислить все пути, то у вас ничего не получится. Вы до конца занятий не успеете. Но мы сумели посчитать их количество, не выписывая их все. Такой вот замечательный рекуррент. Хорошо.